Посвящается Николаю Елефантьеву. 9 лет назад, в начале марта, над льдом пролива Малое море Озеро Байкал раскрылся алым цветком тормозной парашют гоночного автомобиля. Так был установлен первый в истории отечественного автоспорта официальный рекорд скорости на льду. С тех пор максимальные скорости на Байкале перевалили отметку в 300 км в час, а число установленных рекордов – за 40. Рекордная ледовая дорожка стала еще и испытательным полигоном для автомобильных инноваций. Но самое главное – появилась неповторимая традиция официальных ежегодных рекордных ледовых заездов. 2021 год отметился максимальным числом участников и разнообразием рекордных дисциплин. Как оно было прямо сейчас, из уст самих участников уникального события. Это достаточно старая дисциплина вообще в целом, но она у нас получила как вторую жизнь, благодаря, наверное, в том числе этому мероприятию в большинстве и заслугам Андрея. Потому что достаточно мало мест сегодня в России, где можно проводить такие мероприятия. Одно из главных, наверное, это лед озера Байкал, потому что большое пространство, легко перекрыть, очень ровно, гладко. В настоящее время в России нет мест, где можно провести такие соревнования. Когда проводились рекордные попытки в советское время, в 60-х годах, начинали с соляного озера в Астраханской области. После этого там начали добывать соль, и озеро само небольшое, поэтому ровную прямую найти теперь невозможно. После этого начали строить широкие асфальтовые дороги, и на Минском шоссе устанавливали рекорды. Теперь таких дорог у нас, они заняты транспортом, там тоже невозможно ничего проводить. И в России есть только, вот на данный момент, мы знаем только одно место, где можно установить рекорд скорости. Это озеро Байкал. Первая рекордная попытка тут прошла в 2012 году. В 2014-м мне удалось самой проехаться за рулем Jaguar XF и стать первой женщиной, которая установила рекорд скорости на ледовой поверхности. Была зафиксированная скорость 250 км в час. Уникальность в том, что ледовая поверхность в правилах приравнена к наземным рекордам. То есть рекорды в Боннавилле, рекорды на юге Австралии, рекорды на других сильных озерах, они проводятся по таким же правилам, как и наши рекордные попытки. Лед много где есть, но нет там, где мало снега. Потому что в основном везде снег. И все рекорды, которые устанавливают Швеция, Финляндия, это больше не снегу. А здесь все-таки это именно чистый голый лед с коэффициентом впечатления 200 к 0. Как-то мне довелось проехать весь Байкал по льду с самого юга до самого севера. И я был поражен огромными чистыми ледовыми площадями. Я бывал на многих озерах в нашей стране, на многих водоемах, но такого чистого, прозрачного и, самое главное, гладкого льда, ну, наверное, и нет нигде, за исключением, возможно, Сахалина и Амурской области. На реке Уссури есть такие места. Как-то мы сидели с моим товарищем, Юрий Кашин, я ему рассказывал про это, он говорит, слушай, давай выкатим туда автомобили, погоняем. Вот мы-то погоняем. Я говорю, Юрий, ну знаешь, вот как-то просто устраивать гонки на Байкале, это, в общем, какая-то история мне не очень понятная, но на том мы и расстались. И вдруг меня пробрало. Вот у меня с детства есть такая книжка, которая называется «Люди. Автомобили. Рекорды». Вот для многих, наверное, мальчишек, которые выросли во второй половине 70-х, это культовая книжка с рисунками Александра Захарова, которая рассказывает о том, ну это, в общем, перевод, на самом деле, по большому счету, да, которая рассказывает о том, как установить рекорды скорости на суше. И вот я всю жизнь бредил этими рекордами, хотя занимался и кольцом, и кроссом, и потом ралли-рейдами, но рекорды были в голове всегда. И тут вот у меня как-то вдруг срослось вот эти ледяные поля, вот эта идея погонять на быстрых машинах, как-то погонять, и действительно делать серьезную работу, то есть устанавливать рекорды скорости по регламентам Международной автомобильной федерации. Это был 2011 год, а уже в 2012-м состоялись первые заезды. Ну а теперь о правилах. Лед и правила. А вообще рекорды возникли на заре 20-го века, и возникли они на длине дистанции 1 верста. Что интересно, когда собрались участники, то начался спор с места ехать или с ходу ехать, в одну сторону ехать или в другую сторону ехать, как назло поднялся сильный ветер. И тогда участники решили, что и с места, и с ходу. Но это будут разные рекорды. Но чтобы не учитывать ветер, будут поездки в две стороны. И фактически с тех пор, за 100 с лишним лет, правила почти не изменились по своей сути. Глобально они делятся на две группы. То есть это машины без доработок, то есть серийные автомобили, выезжающие из конвейера, и автомобили специально подготовленные для этого мероприятия в виде установки рекордов, наземных рекордов скорости. Но каждая группа делится еще на классы, на группы подготовки. То есть там очень много различных категорий. Это отличия по объему двигателя, типу топлива, наличию или отсутствию магнетателя. Электромобили и гибриды классифицируются отдельно. И в каждом классе свои рекорды. Люди пытаются ставить рекорды, сражаясь с себе равными. Но все автомобили, независимо от группы и класса, проходят техкомиссию, которая не только смотрит на соответствие техники заявки, но самое главное оценивает техническое состояние. И только полностью исправный автомобиль может выехать на рекордную дорожку. Впрочем, любой участник может найти тех требований на сайтах Международной или Российской автомобильной федерации. Но к автомобилям, выступающим именно на Байкале, предъявляются еще и очень жесткие экологические требования. Дело в том, что современные транспортные средства, особенно которые участвуют в этих мероприятиях, они подготовлены по достаточно суровым требованиям экологической безопасности. То есть сегодня они работают по достаточно высоким протоколам, которые регламентируют количество выбрасываемых вредных веществ. И я не думаю, что это больше, чем те машины, которые ездят по официальному зиму, как здесь по призыву Байкалу и по тем главным средствам, которые здесь используются в этом мире. После старта пилот в течение 60 минут должен пройти дистанцию в обе стороны. Таковы международные правила. А это зачастую непросто. Порыв ветра, неудачное расположение солнца. Мало ли что. Немножко перегрелся двигатель, немножко остыли шины. В общем, это сложная вещь. За один час у нас может измениться ветер, покрытие, солнце нагрело, стала тонкая пленка, температура поднялась всего на 3 градуса, соответственно, меньше воздуха у нас может утрамбоваться в мотор, и все. И твой результат тут же падает. Ты один заезд сделал, следующий заезд делаешь через 20 минут, все, результат уже упал, прям на огромные величины. Поэтому тут все моментально. И не столько еще тренировка, как я говорю, та возможность, которую даст тебе сам Байкал, поверхность, ветер, все. При этом пилот подает заявку на конкретный день, и в этот день, согласно правилам, у него есть только одна попытка. А что такое рекорд? Это снайпер. Он лежит и целится. И ровно 24 часа, как в автомобильном спорте, он может целиться и совершить один выстрел, который будет или удачный, или нет. Обязательно считаем два проезда по одной и той же дороге в двух направлениях, чтобы не было никаких поправок на ветер, на уклоны, на какие-то другие факты, которые могут повлиять. То есть меряется время прохождения мерного участка ровно одного километра в одну сторону, и в обратную сторону высчитывается среднеэкономическое. В этом году у нас новая система хронометража. Раньше мы мерили мерный километр лазерными указками, скажем так. А сейчас мы пилим планету, закапываем туда провод индукционный, и, соответственно, у нас будет такая же система хронометража, как на кольцевой банках. Лед и рекордсмены. Пилоты-участники обязаны пройти медкомиссию, предъявить секретарю соревнований официальные гоночные лицензии, выданные Национальной Федерацией. Спасибо. Управление автомобилем на такой скорости, больше 200 км в час, на поверхности, где практически нет зацепа, ты понимаешь, насколько ювелирно нужно управлять автомобилем, тонко его чувствовать, потому что любое резкое движение рулем на скорости за 200 км в час, нажатие на педаль газа или тормоза может отправить автомобиль в неуправляемое скольжение, и цена ошибки здесь слишком дорога. Ну, представляете, просто гололед в городе, и все на 80 км в час одни аварии, а тут 300 км в час, голый лед, тебя подбрасывает, уносит, разворачивает, ты можешь перевернуться, разбить машину. Ну, это на самом деле очень тяжело внутри, и то мужество, когда люди, вот, например, Андрей, Максим, они переходили отметку в 300 км в час, я еще до туда не дошел, я просто не понимаю, что в тот момент творится у них. Но это, это сильно. Очень интересно то, что кажется всем, ну, что там, 280, 290, ну, вроде как за машину же позволяет ехать, и вроде как больше, но все хорошо до 240 км, все очень просто и легко. Но то, что начинается после 240-250, это реально, я не побоюсь этого слова, страшно. Тормозной путь со скоростью 290, это почти 2 км, но это о чем-то говорит. Честно говоря, когда я впервые в прошлом году здесь оказалась, для меня это, в общем, был какой-то совершенно ад, потому что я привыкла ездить по горячему, хорошему, нагретому асфальту, где ты вот куда-то машину направляешь, туда она и едет. Здесь малейшее движение, ты уже разворот, уже вылет, уже скорость потеряна. Но на самом деле, вот сейчас я приехала во второй раз, я получаю колоссальное удовольствие от того, насколько точно нужно владеть автомобилем, от того, насколько точные движения нужны, насколько точно нужно владеть газом, все про точность. И на самом деле, это такой, это очень хороший адреналин, это вот правильный адреналин, в том плане, вот насколько ты хорошо прочувствуешь эту трассу, насколько хорошо ты почувствуешь природу, и сможешь ли ты ее преодолеть, сможешь ли ты преодолеть ее препятствия, которые она тебе поставила. Лед и трасса. Задача, которая ставится перед командой ледового капитана Александра Бурмейстера, каждый год усложняется. Растут скорости, нужна большая длина трассы для разгона и торможения. Добавляются заезды на длинные дистанции, появляется необходимость в ровной площадке для кольцевой трассы, и все это должно быть привязано к лагерям. В результате сегодня это должна быть льдина размерами 13-15 на 3-4 километра. Вот просто опыт показал, практика показала, что 6 километров это тот минимум, который нужен для того, чтобы автомобиль разогнать, и не просто разогнать, а разогнать стабильно. Вот это самое главное, потому что если автомобиль дестабилизирован, то вернуть его в стабильное состояние с ростом скорости невозможно в принципе, и никаких результатов не будет. То есть должен разгоняться очень медленно, плавно, и дальше уже выходить на те режимы, которые позволят тебе показать красивые цифры. Поэтому 13, может быть 14. Если мы уйдем на цифры 350, это будет 15 километров. И каждый год бурмейстер кряхтит, что организаторы ставят нереальные задачи. Но каждый год он находит нужное ледяное поле без торосов, перепадов и больших трещин. Трассу таких вот, с такой длины на Байкале практически нереально. Тем более привязать эту трассу к гостинице, это просто невероятно. Ну найти ладно, там ровно кусок поля, там 13 километров, сам по себе задача практически нереальная. Ну только за счет того, что мы знаем лед и как бы следим, как он застывает и смотрим. Учитывая, что организаторы задумали впервые в мире установить рекорд скорости на льду на грузовике, требования к будущей дорожке были особенно жесткие. И ледовому капитану пришлось потратить целый месяц на промеры и поиск подходящей льдины. Тяжелые машины идут, даже по 80-сантиметровому льду под ней лед прогибается. И бежит впереди машина, и все равно вот это гидроудар, такая волна бежит. И вот поскольку жесткость, ребра жесткости разные, где-то лед там допустим метр 10, а здесь 80, то есть жесткость разная, она лопается, и прямо когда машина идет тяжелая, ты видишь, что впереди бегут такие белые прямо жгуты под этой, под тяжелой машиной. Здесь метр пять. Это будут, я считаю, ходить, танки могут ходить. Танки могут ездить, тут ничего не будет, не прогибаться, ничего, ты вообще пошел. Еще одна проблема выбора льдины – ее стабильность. Лед на Байкале очень подвижен. Почти ежедневно случаются, пусть и незаметные человеку, но землетрясения – до двух тысяч в год, между прочим. А нам надо, чтобы наше поле длиной 15 километров прожило хотя бы две недели. Льдина выбрана, и начинается подготовка трассы. Ее разметка и очистка от снега и явных неровностей. В принципе, основные требования к трассе просты. Мне сложно представить места, где можно это воплотить в жизнь на земле. То есть ни одна полоса аэродрома, ни одна дорога общего пользования не имеет такого профиля, не имеет такого рельефа, таких там углов, ширины и, ну, самое главное, длины, которая нам необходима. Нам нужны точные мерные участки, которые меряются только специальным оборудованием, с специальными сертифицированными диадезистами, да, которые делают нам разметку трассы. Требование к поверхности, она должна быть гладкая, потому что мы говорим о движении транспортных средств на очень высоких скоростях, где любая неровность просто может превратиться либо в упор, либо в трамплин. И это может привести к печальным последствиям, в виде переворота, в виде просто каких-то повреждений автомобиля, в котором сидит живой человек, за которого мы сильно переживаем и заботимся о том, чтобы он остался у нас цел, невредим и уехал отсюда с хорошим настроением. Лед год от года разный всегда, когда-то лучше, когда-то хуже. В этом году неплохой, но и не самый лучший. Были года, что у нас равные была трасса, получалось. Но еще не последний раз мы лезем. За 9 лет фестиваля лед не повторялся ни разу. Последние два года выдались очень снежными. Два трактора работали 5 дней, чтобы сделать дорожку длиной в 13 километров и шириной в 25 метров. А еще нужно убрать все торосы и высокие снежные переметы в 100 метрах от трассы с каждой стороны на случай вылета машины. Очевидные ступеньки и неровности срезаются асфальтовой фрезой. Трасса проходит со скребком, а потом в щеткой. Но несмотря на такой ассортимент приспособлений и широкую механизацию, без ручной доводки не обойтись. И прежде всего это касается небольших трещин, которые на скоростях под 300 для пилота превращаются в пропасти. Если неправильно тут сделать, то может быть как раз наоборот все. То есть если какой-то будет бугор, а ты его зальешь, то сейчас лопату привезет, будем сравнивать ровненько. А если какой-то бугор будет торчать, то в принципе удар еще хуже будет. Но вот когда вот ровненько все залито, видишь, ты даже не заметишь, как машина здесь проходит. Для того, чтобы разогнаться, надо иметь некоторую дистанцию. Чтобы затормозить, тоже надо иметь некоторую дистанцию. Лед очень скользкий. А при этом, для того, чтобы был и надежный разгон, и хорошее торможение, вот опыт показал, 10 километров мало. Работаем вот на дистанциях чуть больше, 10 и больше, 15 уже нет смысла. В этом году 13 148 метров от самого края до противоположного края длинной дистанции. И ровненько в середине стоит километр, который выставлен с точностью до нескольких миллиметров. И вот на нем с точностью до одной тысячной секунды, только подумайте, какие величины тонкие, выявляются автомобили и пилоты, которые могут проехать быстрее всех. А параллельно с подготовкой трассы идет строительство лагеря. Ведь пилотам, инженерам, механикам, судьям, журналистам нужны кровь, тепло, электричество и горячий кофе. За 10 лет изменилось многое. Мы начинали с одной палатки на льду, а теперь, 10 лет спустя, у нас вырастает целый городок с полной инфраструктурой. Мы можем проводить здесь 24 часа в сутки. У нас есть тепло, у нас есть еда, у нас есть электричество, у нас есть активности на площадке, у нас есть гости, к нам приезжают партнеры, к нам приезжают представители. Мы очень рады всем гостям и стараемся сделать их пребывание на льду максимально комфортным, интересным и незабываемым. Стоит помнить о принципиальном отличии этих соревнований от тех, что проходят на подготовленных автодромах. Там уже все стоит. Здесь каждый год приходится все строить с нуля. Да, ведь уже через два месяца после финиша трасса и площадка лагеря превратятся в воду. При этом, где будет находиться трасса и лагерь в будущем году, разумеется, ведает только Всевышний. Поэтому мы не можем, например, как в обычных мероприятиях, имея площадку, сделать заранее расстановку, расписать тайминг передвижения гостей, групп, съемочных групп. Все это делается здесь и сейчас, буквально за неделю до старта заездов. Ну а так, в принципе, построить лагерь на льдине очень просто. Нужно всего лишь привезти фуру мебели из Москвы, привезти юрты из Улан-Удэ, это 700 километров от места приведения заездов, потратить на это неделю, найти волонтеров в ближайшем поселке и провести здесь 24 часа на 7, чтобы потом у нас появилось то, что у нас есть сегодня. В принципе, команда фестиваля «Ледной скорости на льду» готова к строительству лагеря на Луне. После того, как все готово, представитель Российской автомобильной федерации, полномочного члена Международной автомобильной федерации, принимает трассу. Просто так любой человек не может выехать, проехать по льду и сказать, я вот установил рекорд. То есть он может это рассказать, но только друзья. Чтобы рекордная попытка была признана официальной и был зафиксирован официальный рекорд Российской автомобильной федерации либо Международной автомобильной федерации, необходимо пригласить спортивных комиссаров. Они должны проверить трассу, зафиксировать, выдать лицензию на трассу. И вот только тогда твои достижения войдут в историю автоспорта. И вот теперь огромную работу по превращению Байкальской льдины в сертифицированную гоночную трассу можно считать завершенным. Джентльмены, заводите мотор! Давай, стой, готов! Лед и тренировки Начинаются официальные тренировки. Они длятся три дня. К сожалению, даже выдающиеся результаты подобных заездов не могут стать официальными рекордами. Но они дают много информации пилотам и инженерам для подготовки к рекордным попыткам. Главный и, пожалуй, единственный инструмент регулировок для стандартных серийных автомобилей группы B – это давление в шинах. Больше, согласно правилам, здесь нельзя менять ничего. Самое главное в чем наш эксперимент – это с давлением в шинах, чтобы поймать наилучший зацеп с дорогой, но при этом не создать дополнительного сопротивления качения, чтобы не потерять скорость. То есть нужно поймать золотую середину. В одном из тренировочных заездов с шинами у Максима вышла незадача. По невыясненным причинам на скорости в 281 км в час разбортировалось заднее правое колесо. В створ хронометража Макс входил уже задним бампером вперед. Слава богу, обошлось без последствий, но испугаться успели все. Вместе с тем результаты Ягуара в принципе обнадеживали. GPS показывал 299 км в час. Собираем все осколки, чтобы на льду Байкала не осталось даже вот такого кусочка пластмассы. Потому что когда лед растает, все это окажется в воде. Это маленький комментарий к вопросам и поводам относительно нашего поведения на льду. Ребят, даже вот такого кусочка мусора мы не оставляем. Мы намеренно поехали на шинах, которые чуть подспущены. И это было неправильное решение, которое мы завтра обязательно переиграем. Значит цифры сейчас 290, но это явно не предел. Потому что если мы подкачаем шины, несколько километров в час, то прибавят обязательно. Я думаю, что по утру лед будет более шершавый, более морозный. И это добавит цепных свойств шинам. Так что помчим чуть побыстрее, я надеюсь. Главное, чтобы не было сильного ветра. Вот. А это уже батюшка Байкал как решит. Первые тренировки дебютантом рекордных заездов команды Level Performance открыли много неожиданных. Завтра, послезавтра будем ловить погоду и, как это, не бояться сжать до конца. Потому что я, честно говоря, очень удивлен, как себя ведут машины на льду на таких высоких скоростях. То есть, когда мы ехали из Москвы, изучали все, что до этого, мы читали, что там, ну, вот сложно. Я еще говорю, слушайте, ну, там зеркальный лед. Ну, встал, поехал, что там 300 километров разогнаться. Мы на своих гонках там до 400 ездим, мы говорим, не проблема. Когда первый раз я первый заезд проехал со скоростью там 150-160, я вернулся, говорю, какие 300. Я говорю, я не понимаю, как 200 здесь ехать, но вот за 2-3 дня, как это такое слово, наблатыкались, уже как-то едем, приближаемся к ребятам, которые там десятилетия здесь катаются. Porsche, наверное, 911, это новый в кузове 992. Он доработан не кардинально, то есть его ждут перестройки вот сейчас после, опять же, тоже на сборе данных. Там планируются более глубокие, сейчас у него увеличена мощность где-то до 750-780 лошадиных сил. Чуть-чуть переделан выпуск, это, в принципе, глобально все изменения. Машина ведет себя очень стабильно, очень хорошо, но я не могу сказать, что она сильно подходит к этой трассе. Объясню, почему. Как раз жесткая подвеска. Короткая база и жесткая подвеска. Машина прыгает, я на ней выступал в прошлом году в чемпионате, и настройки сиденья были сохранены те же самые. После первого заезда я опустил сиденье на 4 сантиметра, потому что я всю голову оббил шлемом об потолок. Еще один автомобиль от Level был привезен как запасной и был использован для исследовательской работы. От заводской Lamborghini там осталось очень мало чего. Это реально боевой корч с каркасом безопасности, со всеми системами, пожаротушениями, парашютами, которые на самом деле здесь тоже вот для нас было удивление. Мы их специально поставили, ну, если что, выравнивать машину еще. И когда поняли, какие здесь бывают ветра, что выброшенный парашют здесь может быть исключительно зло. А не так, как в дрэге он спасает машину при внештатных ситуациях. Там стоит очень мощный мотор, он переделан в битурбо, нами же настроен. То есть мотор этот способен выдавать на текущий момент в районе 1400-1500 сил. Ну, в принципе, по нашим расчетам спокойно и до двух это можно доводить. Дальше уже надо дорабатывать. Но мы машину сейчас сдули турбины вообще максимально в ноль. Поэтому по нашим там, ну, стенда нет, но по нашим расчетам мы сейчас едем там 800-900 сил. И есть еще один нюанс. У машины отключен передний привод. Потому что в стоке она полноприводная, здесь мы едем только на заднем. Отключен привод для того, чтобы научить работать коробку, не ломать все. Но и здесь на заднем приводе с такой мощностью нечего делать вообще. То есть это, ну, это надо вот либо для азарта, либо как камикадзе. Картингисты, а это согласно правилам тоже специально подготовленные автомобили группы А, экспериментируют и с шинами, и с точками разгона. Вся длина трассы этим машинкам не нужна. Нам с тобой для начала нужно сейчас будет определиться, на каком комплекте шины ты едешь. Да, я поняла. То есть у меня несколько комплектов разных вариаций. Там все остальное. Еще есть супер шип и спортивный шип. Я специально сделал изготавливаю шип. Вот. Мы выбираем комплект шины, который дает максимальный выход. Вот. И еще одно. Я заметил. Когда начинаешь разгоняться, будем разгоняться не от третьей вешки. На одну вешку ниже сюда. Хорошо. Мотор у тебя раскручивается, а скорость при этом максимальную ты не набрала. Мотор идет в буксе еще. То есть у тебя колеса пробуксовывают. Карта еще не раскатился на максималку. На одну вешку сюда сдвигаемся. Первые результаты Ротокса Юниор 90 км в час показали, что есть поле для экспериментов и совершенствования. Шипы вроде как полноценные. Это самый лучший результат. Но при этом, в общем-то, вот то, что на меня сейчас стоит, у меня впереди как бы бесшипованные резины сзади полушипованные. По идее, это вариант достаточно перспективный. То есть вопрос в том, раскрою ли я эту перспективу. Меня просто подкидывает на сиденье. Очень болит копчик, очень болит спина. Это, конечно, все. Ну, то есть это физически очень неприятно. И, в принципе, каждая трещина это такое прям очень. Вот ты каждый раз думаешь, насколько сильно тебя подкинет. Но! Это хороший повод искать наиболее гладкие траектории. А чем глажет траектория, тем выше скорость. То есть, на самом деле, то, что мне больно, это очень отличная мотивация для того, чтобы быть как можно более точной в траектории. Первые два дня тренировок мы прикатывали пилота к трассе, да. И третий день начали работать уже с машиной. Менять настройки, менять шиклоры, менять службы. То есть работать с оператором и работать с передаточными числами. Идущие звезды, ведомые звезды. Шины попробовали разные, четыре варианта. То есть, ну, работаем с техникой. Вроде бы нашли максимально быстро. Сейчас будем стараться улучшать результаты. Я, если честно, сбилась со счета, потому что перебирали буквально вот все. Вот все, что я здесь вижу, все менялось. Меняли шасси, мне перевернули руль, у нас менялась кнопка зажигания. Сколько раз та слышен, перебрал мотор, я даже не берусь говорить. Это какие-то, таких цифр не существует просто в мире. Но мы очень, я очень надеюсь, что все это того стоило. И это тоже вот, на самом деле, это то, почему я люблю ездить здесь именно на карте. Потому что ты работаешь не только с собой, ты работаешь еще и с машиной. Вам приходится выстраивать вот какой-то контакт. То есть каждый раз ты ездишь как будто бы на новой машине, но все-таки с ней нужно дружить, ее нужно любить, ее нужно уважать. И это тоже, как мне кажется, вот тоже вот часть этого уникального экспириенса. И я радуюсь, что я смогла достичь стабильности. То есть я смогла избавиться от этого раздрая между движением против ветра и по ветру. То есть я достигла стабильного результата, и я этому очень рада. И я думаю, что это вот то, собственно, к чему мы шли эти несколько дней. Да, потому что пока что вот 108 км в час – это мой предел. Посмотрим, смогу ли его преодолеть. При этом Стас успевал еще и сам поучаствовать в заездах на другой машине – переоборудованном прокатном карте «Формула», который уже по первым замерам претендовал на рекорд в своем классе. Но настоящей бомбой, причем во всех смыслах тяжелой, стал дебют на ледовых рекордах грузовика. Причем восьмитонный «Форд Ф-Макс» вывела на дорожку дамы, известный российский ролистский тренер Илона Накутис. Это была идея Андрея. Илон, не хочешь поехать на грузовике, на Байкал и сделать вот такие вот интересные рекорды? Я сказала, конечно, да. Причем я занята была своим проектом в Карелии «Марафон 25 часов на льду». Он только что закончился. То есть я даже сначала не спросила вообще, что будет. Я сказала, да, Андрей, с тобой, да. И очень рады, что дали возможность участвовать в прекрасном мероприятии. Место, погода, солнышко, организация великолепная. Так что это такое событие. В жизни такого не бывает больше. Грузовик полностью подходит под регламент ФИА. Никаких проблем нет. Это серийный автомобиль по группе «Б», с объемом двигателя больше 8 литров. Все. Вопросов нет. И с двигателем, работающим на дизеле, это отдельная группа дизельных машин. Все. Никаких проблем нет. Он полностью подходит по регламенту, поэтому он на дорожке. Я бы никогда в жизни не предполагала себе, что я сяду за руль грузовика. Понимаете? Еще, как бы, не просто, да, там, как-то там покататься, да. А, как бы, работать с ним в паре. Вот. Здесь на установление рекордов скорости. Мы искали вчера всякие разные интересные моментики, да, которые можно мультики было бы дополнить. Моя задача, вот, поймать, не пробуксовывая, да, чтобы идти, и, конечно, удерживать его, вот, чтобы вот, вот, где за что зацепиться, да, от чего оттолкнуться, помогать, как бы, да, вот, направлять автомобиль, чтобы он двигался максимально устойчиво и максимально быстро. Самая большая работа была по подбору давления в шинах, ведь по голому льду на максимальной скорости еще никто на грузовике не ездил. При штатном давлении у машины явно оставался запас, но стоило перебрать, сильно уменьшалось пятно контакта, и грузовик начинал исполнять танцы на льду. А это другой спорт. Вообще машину потеряла, наобратно, ну, практически все скинули, ее боком поставили. Ага. Вот, причем я зашла на 140, в сочу кусок, и просто в конце было 128. А это уже коварство льда, и даже пилот, уже ездивший много по льду, когда садится в новый для себя автомобиль, должен многое почувствовать заново. Именно почувствовать тот меняющийся, но бесконечно малый запас силы трения, что оставляет природа. Здесь логика и анализ мало применимы. Да, каждая тренировка одна на одну не похожа, даже в один день, в разное время суток, совершенно разное покрытие, то есть совершенно разные результаты заезда. Сейчас солнышко зашло, тучка залетела, там ветерок подул, температура меняется, да, и все, он сразу же, он живой, он очень живой. Ну вот, если лед полить маслом, то будет примерно так, как сейчас там. То есть часов до 4-5 выезжать на лед просто бессмысленно. Я думаю, даже до 5-6, возможно, потому что уже плюсовая температура на солнце, и это не лед, это вода. Некоторые люди говорили, вот, Маш, слушай, мягкий лед сегодня, все, у тебя шипы, езжай. Не поехал автомобиль, не захотел. Позавчера был просто вот нереальный холод, то есть вообще я еле-еле ехала, потому что я еду в летнем комбинезоне для лучшей аэродинамики, и очень холодно было, машина велась совершенно по-другому. Но это тоже вот часть азарта, чтобы вот прочувствовать, что тебе в этот раз подкинула зима, что тебе подкинул Байкал, как ты с этим справишься. Вот сегодня, например, вот очень хорошие условия, вот прям лед правильно, он не слишком жесткий, не слишком мягкий, машина ведет себя просто прекрасно, вот будем надеяться, что сегодня что-то хорошее получится. Иркутянин Алексей Павлин, опытный пилот-любитель, тоже дебютант рекордных заездов. Для участия в днях скорости он еще больше увеличил мощность своей Audi Q7. Любви сюда вложено очень много. Это мой любимый автомобиль. Сил, да, конечно, мы поработали с мотором. Впуск, выпуск, перепрограммирование коробки двигателя. Двигатель тут компрессорный, V6. Поменяли шкивы и ремни для того, чтобы компрессор больше надувал воздуха. И по итогу вместо 333 лошадиных заводов у нас получилось 505 лошадиных сил. В такой конфигурации автомобиль есть еще один, построен в США. И этот автомобиль вот показал на этих рекордах, что он просто творит чудеса на самом деле. Ну, цифры все скажут. Во время первой же тренировки Алексей немного повредил автомобиль. Вылетел с дорожки в конце прямой на торможении. Выводы были сделаны, а машина за одну ночь приведена в состояние новое. Ну ладно, хотелось больше, спасибо. Как ощущения твои, как лед, как машина все видит? Стабильно, машина стабильно. Лед хороший. В момент езды волнение утрясается, одна сосредоточенность. Вот. Блин, огонь все. И вот с таким позитивом в душе участники подошли к дню Х. Дню заявленных рекордных попыток. К дню триумфа или крушения навежд. Лед и рекорды. Девять лет проведения рекордных заездов дали бесценный опыт понимания, как меняется состояние льда при разной погоде и в разное время суток. Самые шершавые цепки он перед рассветом. А значит, ранним утром самые высокие скорости. Так что день официальных рекордных попыток начинается ночью. Сегодня какие-то рекорды будут устанавливать на льду Байкала. Мы решили, вдруг установят. И мы должны присутствовать при этом в историческом моменте. В смысле вдруг? Ну, вдруг. Знаешь, никогда не бывает стопроцентной уверенности в любом мероприятии. Поэтому мы в любом случае должны это запечатлеть и присутствовать. Нет, нет, нет. Давайте мы не зря обставим. Без нормы. Кому не спится в ночь глухую? Кому, кому. Нам. Не знаешь, кстати, чего собираются здесь люди? Нет, все так. Знаешь, в тепле, под одеялом, ночью. Делать нечего абсолютно. Да, согласись, скучно. Да. Да. А то ли дело вот в 5 утра кататься на льду в прекрасном озере Байкала. Но великий Берт Монро, наш кумир, говорил, что ранние пташки – самый жирный корм. Да. Корм или корм? Корм, корм, корм. Доброе утро. Доброе утро. Что не спится так рано? Ну, видимо, так же, как у вас такие же ассоциации, да? Теплее одеяло зачем? Лучше холодную улицу. Ладно. Бодрее будешь. Самое главное – успеть проехать до того момента, как мартовское солнце начнет подтапливать лед. А светает на Байкале быстро. И вот надо ухватить момент между тем, как утренний свет позволит безопасно ехать до того, как станет припекать. А это всего 4 часа от 7 до 11. Напомним, когда пилот заявил судьям, что он готов к рекордной попытке, у него есть всего час, чтобы пройти створ в обе стороны и победить или проиграть. Пилот к попытке установления рекорда готов. Внимание, дистанция. Начинаем зачетную попытку. Установление наземного рекорда скорости. Стартовый номер 55. За рулем Леонтьев Андрей. Трасса готова. 55. Удачи. Спасибо. Трасса готова. Удачи. На скорости по 300 мерный километр машина пролетает за 12 секунд. Всю трассу в обе стороны с разгоном и торможением все 26 километров за 7-8 минут. Из кокпита они кажутся вечности. Время становится пластилиновым, а ледовая дорожка оборачивается тонкой, натянутой струной, по которой нужно пройти над пропастью, не потеряв равновесие. Попытка установления наземного рекорда состоялась. Мы сделали все, что могли. Мы встали в 6 утра и буквально с первым светом мы поехали. То есть, когда можно было хоть как-то безопасно ехать, но вообще не вариант. Очень скользко. То есть, после 270 машина все время едет боком. Она вообще не едет прямо. Ее постоянно нужно стабилизировать. Это потеря скорости. Я думаю, что средняя была не больше 270. Максимально можно посмотреть. 298 до 300 мы так и не дотянули под GPS. Увы, увы, увы. Но это спорт, это природа. Мы с ней связаны, с этой природой. И в этом и кайф того, что мы делаем. На самом деле, средняя на дистанции оказалась почти 275 км в час. При старте с места на километре средняя перевалила за 114. А максимальная скорость достигла 298 км в час. Все три цифры рекордные, но обидно за максималку. Ведь на тренировках скорость переваливала чуть за 300. Но тренировки не считаются. Вот у Максима Леонова все получилось. Средняя на дистанции тоже ушла за 270. 272. И это рекорд в классе. Но главное, самый главный рекорд. Хронометраж зафиксировал максимальную скорость в 302,6 км в час. Так быстро на серийном заводском автомобиле по льду не ездил еще никто в мире. Так что Макс и его F-Type принимали заслуженные поздравления. А теперь спортсмены в тяжелом весе. Илона, дождавшись своей очереди на старт, поехала на рекорд сразу. Собственно, эта ниша в рекордной таблице была пуста. Так что как бы Илона не проехала, это был бы лучший результат. Но она старалась. И 130 средние, и 134 максимальные. Жаль, конечно, что те 140, показанные на тренировке, повторить не удалось. Но два рекорда все-таки есть. Показали, что и грузовик очень быстро едет, и может быстро ехать. И без аварии, без происшествия. Так что очень хорошо. И в следующий год, я думаю, что мы попытаемся еще, скажем так, наш результат улучшить. Я надеюсь, что тема грузовиков для нас только открывается. Потому что есть совершенно замечательные истории. Во-первых, с наращиванием мощности грузовиков. С изменением трансмиссий, которые позволят ехать быстрее. И здесь уже есть свои размышления. Ну и потом, у нас же есть еще и марафонские заезды. Есть заезды на 24 часа. Есть заезды на тысячи километров. Почему не запустить грузовики на тысячи километров, например? Мы об этом думаем. Картингисты. Вот уж кто снискал наибольшее уважение всех и каждого. Негнущиеся от холода пальцы. Обмороженные щетки. Отбитые копчики. Но они упорно ловили сотые доли километров в час. Экспериментировали даже с одеждой. Маруся отказалась от зимнего комбинезона в пользу летнего ради аэродинамики. Они мазали лицо кремом для рук. И в результате сразу три рекорда. Маша Леонтьева таки выжила еще один километр в час. Новый рекорд России в классе более 109 километров в час. Стас Лыжин на той же машине на километре с места показывает среднюю свыше 83. И это тоже новый рекорд. А вот на формуле 270 он показывает среднюю максимальную скорость 82,4, перебивая прошлогодний рекорд Леонтьевой. А опытный дрэк-рейсер Александр Лобачев все-таки сумел приспособиться к абсолютно новым для себя ледовым условиям и найти нужные настройки своего Porsche 911 Turbo. Как результат новый рекорд в классе 254,6 километра в час средняя схода, а средняя при старте с места более 109. Но у техники ателье Level Performance и главный у его инженеров куда больший потенциал. И мы уверены, что он раскроется в 2022 году. Еще один дебютант Алексей Павлин. Вот вообще всю ночь не спал. Перехватился немножко, встал за час до будильника в 5 утра, что мне вообще не свойственно. Сердце колотится. Чтобы успокоиться, жду свою очередь. Чтобы успокоиться, начал смотреть видео с семьей, с любимой женой, с детьми. Как-то отлечься. Потому что такое было напряжение. Бух-бух-бух-бух. И в тот момент, когда стартанул, когда все осталось только ты в створ, перестал слышать все. От сердца до всяких беспокойств. Потому что риски действительно очень, каждый пилот скажет, очень дикие риски. Но когда ты вышел в створ, все, контроль. И то, чему ты умеешь, чему ты учился, все, вот он. Я это теперь могу всегда вспомнить эту минуту. Через 50 лет ты мне позвонишь, и я скажу, да, это вот так было. А было быстро и красиво. Средняя на километре с хода 253,3. И это новый национальный рекорд в классе. Лед и тормоза. В прошлом году мы попробовали торможение на легковом автомобиле. И настолько результаты были поразительны этой работы, что нашим коллегам захотелось идти дальше. Я имею в виду, поразительность результатов состоит не в цифрах, а в том, что подобных работ, оказывается, никто на природном реальном льду не вел. То есть все это где-то было на полигонах рассчитано, в каких-то компьютерах там, да. А вот реально, да, вот так взять и сделать, оказывается, не складывалось. И мы сделали. В 2021 году эксперименты с торможением было решено продолжить на грузовике. Благо, он уже был заявлен в заездах. Конечно, скорости другие, нежели в прошлом году, когда мы тормозили с 80, 120 и 200. В этом году решили только с 80. Это средняя скорость грузовика на трассе. Технология та же, три попытки, и каждый замеряется геодезистами. Опять же, переубедить там обывателей в том, что такое АПС, там системы, конечно, современные системы. И при этом, да, я понимаю, что Ford автомобиль, который, в общем, прикольный для женщин. Ну, то есть, я могу с ним справиться. То есть, я, ну, как бы, простите, не дрыж. Да, ну, я дама уже в космосе. Вот, но все равно, я понимаю, что я здесь, ну, как бы, могу справиться. Женщина за рулем – уникальный момент в грузовом бизнесе и в грузовом секторе. Только с этого года это как профессия доступна. И мы очень рады, что мы один из первых, который показывает, что и женщина за рулем – это круто, это хорошо. И она великолепно справилась и великолепно мастеровала все функции этого грузовика. И думаю, что она скоро уже не захочет на легковых. В прошлом году, например, было торможение при нулевом воздействии водителя на автомобиль. То есть, после нажатия на педаль тормоза работала только электроника автомобиля, а водитель сидел и не имел права ничего делать, даже если бы ему это что-то казалось полезным. И в результате подтвердилось, ну, достаточно легко, не только квадратичная зависимость длины тормозного пути от начальной скорости, а и то, что автомобиль уходит от своей первоначальной траектории. Причем причин тому немало – это и просто кусочки снега, это и небольшая разница в скользкости, да, просто поры ветра. Небольшое отклонение автомобиля, которое в динамике движения неизбежно. В этом году будет такой же эксперимент, ну, во-первых, на автомобиле куда большей массы, а во-вторых, он будет с попытками воздействия водителя управлять, но, опять же, управлять только рулем, не тормозами. Ну, ничего, справились. Как раз вышли на 82 под конец, и нормальненько пришло. Ручками ровно. Замер получился? Да, у тебя 214 метров с копейками. Так что у тебя же шансы делать еще лучше. Я зарываю, что вы делаете еще одну. Господи, нет предела совершенства вообще, надо дальше. Пробовать, пробовать, сейчас побольше замах сделаем на руле. Все, погнали? Так, 169, 95. Этот результат ко всеобщему удовлетворению был признан лучшим. Лед и смысл. Конечно, подобные заезды делаются не только для демонстрации возможностей техники и шин. Здесь есть невидимая, но большая обратная связь. Вообще, ледовые рекорды Клондайк для инженеров автомобильной отрасли. И они пользуются теми условиями, которые невозможно сымитировать ни на одном полигоне. Но когда 10 лет назад все придумывалось, конечно, так далеко никто не заглядывал. Это был 2011 год, и в 2012 мы оказались уже здесь с автомобилем Mazda MX-5, задним приводом и тормозным парашютом и форсированным мотором. И мы поняли, что мы сразу наделали кучу ошибок. Это было здорово, потому что здесь не нужны ни парашют и ни задний привод. Здесь только полный привод, а парашют в момент порыва ветра превращается в парус и просто уносит автомобиль с дорожки. Поэтому первый опыт был отрицательный, а дальше уже в 2013 году был Nissan GT-R и уже 294,8 км в час, которые показал Рома Русинов. И все, и дальше вот пошло, пошло, пошло. И вот сегодня у нас здесь уже 14 машин, и это правда здорово. И это не только люди, которые бредят скоростью и, ну скажем так, хотят себя показать, хотят подтвердить свои какие-то технические изыскания на практике. Вот, а это еще и люди, которые занимаются действительно серьезной инженерной работой. Это крупные компании, которые используют тот опыт, который здесь рождается во время рекордных заездов на их автомобилях, серийных автомобилях, для того, чтобы делать эти автомобили лучше. Модернизировать системы электронной стабилизации, например, да, работа полного привода, работа трансмиссии. Здесь просто клондайк для шинников, потому что мы работаем с несколькими крупными мировыми брендами. Вот сейчас у нас очень тесный и хороший контакт с континенталем, и мы очень рады, что вот то, что здесь происходит, это помогает делать эти замечательные шины лучше и более пригодными для эксплуатации таких непростых российских условий. Это упражнений на торможение. Очень важно понимать, насколько все наши системы работоспособны в этих условиях, и слава богу, все работает, все великолепно, все интересно. Мы приехали сюда по нескольким причинам. Во-первых, мы хотим посмотреть, как шины работают в этих экстремальных условиях и сделать выводы. Во-вторых, у нас уже есть положительный опыт тестирования наших продуктов, и мы хотим здесь продемонстрировать их преимущество и, прежде всего, безопасность. Именно поэтому мы продолжаем эксперименты с торможением, но не стоит забывать об управляемости и уверенности. Так что поэтому наши шины стоят на автомобилях для 24-часового рекордного заезда. То есть речь идет о шинах для легковых автомобилей и для грузовиков. То, как едет грузовик с максимальной скоростью и стремительно тормозит, с одной стороны завораживает и с другой видно, насколько этот тандем шины и автомобиля эффективно работает. Это прекрасная площадка для демонстрации и для исследований. У завода-производителей любые, что автомобили, что покрытие, что смазочных материалов, это всего, чего связано с автомобилями. Конечно, это прекрасный полигон и прекрасные сумасшедшие люди, которые готовы это исполнить. При этом они не просто сумасшедшие, они, в общем-то, профессионалы и знающие, разбирающиеся в этом. Поэтому использовать их опыт, плюс те нагрузки, которые можно было бы дать в таких условиях, ледового покрытия, погодных условий и всего остального, на таком длительном, продолжительном периоде времени, в различных вариациях, конечно, это очень круто. То есть, безусловно, этим нужно пользоваться. И это не просто теоретики, сидящие в компьютерах и забивающие определенные параметры. Вот вам реальные, живые, природные условия. Ты их никогда не просчитаешь. А еще для команд это прекрасная возможность подготовиться к летнему гоночному сезону. Мы никогда не ездили на льду. У нас основные дисциплины, мы едем в драгрейсинге и в дрифте. Это сильно отличается. И нам было очень интересно попробовать машины в этих условиях, потому что, ну и холод, много узнавали, много интересовались. А самая главная цель, то что здесь есть возможность перед сезоном летним, который проходит в России, оттестировать машины в условиях льда, не поломать все трансмиссии, привода, потому что очень много надо настраивать машины. То есть вот, если мы берем Lamborghini, это долгожданный проект, мы его строим уже третий год, различные меняем конфигурации. Сейчас очень важно было оттестировать именно работу коробок, работу всех систем, настройки. И данное мероприятие позволяет это сделать максимально интересно, то есть собрать огромное количество данных, как машина себя ведет, в каких режимах, потому что, ну, позволяет пробуксовывать. То есть лед дает то, что никогда не даст асфальт. Либо асфальт это сразу все разломает, а это очень дорого и, ну, и не нужно. Вот у нас есть и стенды свои, и все, где мы катаем. Нельзя там это сделать. А здесь это позволяет, и у нас вот настройщик, инженеры просто в восторге в таком, потому что они говорят, все, ничего больше не хотим. Говорят, информацию получили, вчера ужинать не пошли, изучали на компьютере логи, все свои вот эти настройки. По поводу мощности мы, ну, прекрасно теперь понимаем, что здесь нужен исключительный баланс. То есть надо выбирать и базу машины, чтобы быстро ехать, длину базы, и определенную мощность. Очень важна подвеска работы с ней, потому что где-то машина либо прыгает, либо она, наоборот, очень жестко едет. Это я сейчас на примере машин расскажу. И не позволяет достигать того, что надо. Избыточная мощность тоже плохо, потому что она, ну, пускает машины в букс, они теряют равновесие. То есть ее просто моментально выкинуло. И, конечно, здесь безумно важен полнопривод. Кроме того, ледовые рекорды могут дать много методической информации для подготовки водителей, как любителей, так и особенно профессионалов. Если ты научился хорошо ездить на льду, ты поедешь где угодно и в каких угодно условиях. Здесь рождаются те навыки, тот потенциал водительский, который может быть использован потом в любой экстремальной ситуации. Причем будет использована только малая часть его, потому что в таких условиях, таких сложных условиях, больше не дает ни одно другое покрытие. Ну, разве что мокрый базальт, но мокрый базальт по козыценту сцепления сопоставим со льдом. Все. Понимаете, мы ездим по покрытию, которое в 10 раз имеет меньшие сцепные свойства, чем асфальт под проливным дождем. Лед и круглые сутки. Новым элементом спортивной программы, большим вызовом, стал смелый эксперимент. Первая в мире попытка рекордного заезда на 24 часа по льду. До этого самые длинные заезды были только на 1000 километров. Мы возлагаем большие надежды на этот заезд. В 2020-м мы были партнером марафона на 1000 километров на льду, и в этом году будут 24 часа. Это еще круче. И мы не дождемся того, чтобы увидеть, как шины будут работать в этих экстремальных условиях, которые много жестче, чем эксплуатация на обычной дороге. Так что если шины себя прекрасно покажут здесь, то уж для обычного покупателя они сработают в любой ситуации и с большим запасом. На специально подготовленной трассе будет попытка установки рекорда удержания средней скорости в течение 24 часов. На трех автомобилях командой из девяти водителей. Составлено расписание смен водителей. Делается оно тем учетом, чтобы каждый водитель проехал одинаковое количество времени на каждом автомобиле. Каждый пилот в итоге проведет за рулем 8 часов. Рабочий день. 24 часа – это всегда сложная гонка в любой дисциплине, какая бы она ни была, особенно в технической. Это прежде всего техническая подготовка автомобиля. Надеемся, что Porsche нас не подведет. Пилоты должны быть максимально сосредоточены. И иногда 5 секунд, которые можно выиграть быстро на трассе, это может обернуться вылетом куда-то, еще что-то. Либо большим расходом топлива, где ты будешь терять больше времени. Поэтому нужно ехать максимально сосредоточенно, максимально, возможно, быстро и безопасно. Вроде как безопасно и быстро – это слова взаимозаменяющие, вернее, взаимоисключающие. Но, тем не менее, это должно быть. Стартовали, как в знаменитой гонке в Лимане, в 4 часа дня, чтобы финишировать ровно через сутки. Как в забеге по легкой атлетике. На 100 метров можно вылазиться на полную, бежать на рафон 42 километра. Можно, соответственно, сберегая себя, ездить где-то золотая серия, чем теория, на 800 метров. Тут все то же самое. Нужно понять, что это не соревнование между этими водителями или командами, или экипажами. Это командная работа. Нам нужно как можно больше километров проехать в течение 24 часов на трех автомобилях. Квалификация водителей в данном мероприятии достаточно высокая. То есть это проверенные люди. Ну, во-первых, 24 часа. То есть 9 смен длительностью почти час. Достаточно физически тяжело это выдержать. Нас ждут крайне сложные смены, которые будут в период в 3 часа ночи, в 4 часа утра. Это достаточно большая нагрузка на человека, который будет управлять автомобилем на очень высоких скоростях по одной и той же кольцевой трассе. Я надеюсь, что мы не запилим лед насквозь. Трасса, проложенная по природному льду, требует большой осторожности. Если ты ошибся на гоночном треке с траекторией и выезжаешь за пределы трассы, ты видишь, куда едешь. Тем более есть зоны безопасности. Здесь вокруг снег. Убрать его весь невозможно. А что скрывается под ним, никому неизвестно. Широко он расплатан, и уже ступеньки приходят удары. Справа, да? Да, да. То есть там уже торосы пошли. Понятно. Левее, в центре. Ему прям каждый круг сильнее, сильнее. Раскатывает, раскатывает. Раскатывает сильнее. А что, как держак? Держит нормально? Держит нормально, кроме выхода. А, нет. Там, где скатали, все раскатывали. Я буду ехать по методу. Можно подрежать чуть-чуть. Аккуратнее, спокойнее. Медленный ход, быстро ехать. Первые смены показали, что все идет по плану. Порше Макан держится молодцом. Пилоты адаптировались к трассе. И даже топливо расходуется согласно прогнозу. Меняется трасса, безусловно, она будет меняться на протяжении всех суток. Ну, вот так, что, во-первых, раскатывает. Во-вторых, температурный режим меняется. Во-вторых, кто-то выносит снег. Кто-то, наоборот, его убирает. То есть по-разному. На прямике, ну, когда колеса обстукиваются, обдираются на прямике. Тоже там снег появляется. Поэтому, ну, меняется в ходе. Фантастика. Просто огненная буря на льду Байкала. Невероятно. Скользкий лед. Снег, эмоции, солнце прям радует. В общем, начало отличное. Посмотрим, что будет дальше. Заметили, как пролетело это время? Вообще незаметно. Кажется, минут 10 покатался. И уже, говорят в Рацию, приезжай. Куда приезжай еще? Вроде час ездить. В общем, пока все неплохо. Для себя я это оцениваю как подготовка к 24-м часам Лимана. Для меня такой первый опыт. И действительно будет интересно попробовать себя и начнуть смену. В утренних проехать этот марафон, я думаю, что будет настоящее испытание. Для техники и для людей. Кто знал, что у меня такой будет юбилейный гоночный год? Опять же, подчеркиваю, что автоспорт абсолютно безграничен для возраста. Пока ты способен держать руль и нажимать педали, и быстро соображать головой, то ты можешь участвовать в гонках. Ладно, проверим свои раллийные штучки. К ночи каждый уже выучил конфигурацию трассы настолько, что можно было ехать вслепую. Да и лед стал более шершавым, подморозило. Так что в темноте парадокс, но скорости несколько выросли. Вот сейчас попроще будет ехать. Вот, и ночью держак появился. То есть, ночью стало как бы цепляться. Но сейчас вот солнышко встанет, думаю, часа через три снова все начнет плыть. Но зато уже вкатились, зато уже понимаешь, где торможение, где все, потому что ночью едешь как бы так уже на ощупь. Вот, и мы сильно растянулись себе по трассе. То есть, не получается ехать за кем-то, не получается кому-то ехать за тобой. И то, что мы планировали обгон, уступление, то есть, практически мы этим не пользуемся. Это хорошо. Ты едешь сам с собой, сам со своим временем и, в общем, в своих мыслях. Я пошел спать. Итак, сутки, сменяя друг друга за рулем трех Порши Макан, Илья Кашин, Мария Мельникова, Илон Накутис, Андрей Леонтьев, Максим Леонов, Виталий Ларионов, Андрей Пономарев, Владислав Сивер и Михаил Парнев установили первый в мире суточный рекорд на льду, показав среднюю скорость свыше 103 км в час. У меня большой опыт езды в гоночных лодках. Именно в классе Endurance, где я стал чемпионом мира, и именно в марафонских 24-часовых дистанциях. Поэтому тема смены пилотов, вот это все, мне она очень хорошо знакома. Вот, и поверьте, по воде ездить несколько сложнее и тяжелее, чем по льду даже. Поэтому, в общем, я себя чувствую довольно комфортно, и я очень рад, что те пилоты, которые сейчас едут вместе с нами, эту идею тоже активно поддержали, все в нее нырнули. Даже те, кто не имеет опыта вообще сменной езды, это чистые кольцевики, которые ездят там 40-50 минут и все. Вот, ребята вот нырнули и, в общем, счастливы. И очень просятся уже, давайте еще, давай перебьем то, что мы сейчас сделали. Нам мало, это не те цифры, которые мы хотели бы видеть. Все, естественно, будем продолжать. Какие проблемы? Байкал позволит, пока лед позволит, пока Байкал нас будет пускать, все будет хорошо. Все, парни, спасибо всем, но мы сделали это! Третий номер продолжает движение. Номер один. 24 часа 6 секунд. Чистый лед. На льду Байкала ежегодно бывают десятки тысяч туристов, тысячи местных жителей. Но присутствие человека в этой фантастической красоте должно быть таким, чтобы после его ухода не оставалось никаких следов. И дни скорости на льду Байкала создали новые стандарты взаимодействию природы и человека, существенно опережая существующие природоохранные требования. Организаторы, которые покидают место соревнования, оставляют эту территорию столь же девственно чистой. Если вы просто пройдете по лагерю, вы не увидите ни мусора, ни окурков, ни бумажек. А после того, когда сворачиваются вот здесь все палатки, кабели, конусы, флаги и так далее, просто остается чуть-чуть ногами затоптанное пространство без кусочка грязи. И это, наверное, тоже высокая человеческая забота по Байкалю. Подметаем площадки, то есть мы за собой убираем все соринки. Мы следим за чистотой, для нас это очень важно, потому что мы с трепетом относимся к природе и понимаем всю ответственность, которая лежит на нас после проведения и во время проведения этого мероприятия. Можете посмотреть, везде подложки обязательно делаем, чтобы, не дай бог, там какая-то лишняя капля масла не упала, не испортит природу. Там окурки, если кто-то курит, собираются в отдельную. То есть, конечно, это... И это, опять же, популяризация туризма российского. Ну, то есть я с этой точки зрения только одни плюсы вижу. И когда мы начинали эту историю с проведением рекордных заездов на Байкале, у меня была такая мечта, что ли, или надежда, которая остается пока мечтой и надеждой, что вообще-то ледовых водоемов в России много. Есть водоемы, которые замерзают не всегда. Вот как раз подвижка льда. Видите, очень хорошо в кадре. Лед, как вы видите, подвижная штука. Но подвижная редко. А вот между теми интервалами, когда лед двигается, можно ездить на машине. Почему Байкал? Во-первых, только здесь, причем не в принципе на Байкале, а только в Малом море Байкала, есть такой лед, который позволяет, благодаря своему формированию, такому особенному, позволяет действительно находить большие ледяные поля без торосов, без больших трещин. Довольно гладкие, которые как раз и пригодны для того, чтобы развивать скорости 300, как уже в этом году. И мы надеемся и больше. Да, мы все-таки надеемся выйти далеко за 300. Во-вторых, Байкал все-таки какой-то символ России. Это одна из самых притягательных точек в мире, в мировых масштабах. Не спроста я говорю о мировых масштабах, потому что, ну вот, есть на данный момент, на самом деле, всего лишь два в мире события, которые являются регулярными соревнованиями на установление рекордов скорости. Это, естественно, недели скорости в Банневилле, на Соляных озерах, в штате Юта. Это, конечно, тоже наш ориентир такой, безусловно, потому что люди работают уже десятилетиями, накопили огромный опыт. И это наше соревнование. Все, больше в мире ежегодных регулярных соревнований на установление рекордов скорости нет. Так что, да, вот такая вот мировая жемчужина Байкал. И мне кажется, что наше соревнование уникальное в своих масштабах, да, мировых, оно тоже достойно того, чтобы быть здесь. Тем более, что больше на льду не гоняется никто на максимальную скорость. В 2021 году во время фестиваля автоспорта «Дни скорости на льду Байкала» было установлено 14 национальных рекордов скорости в разных классах и дисциплинах. Из них два являются абсолютными мировыми достижениями. Во время подготовки соревнований ушел из жизни наш друг, соратник, бессменный инженер-хронометрист «Дней скорости» Николай Львович Велефантьев. Эти рекорды мы посвящаем ему. Наверное, дает сила природы, Байкал, лед и тот энтузиазм, который поддерживает нас все эти годы. И опять же, да, вот те улыбки, которые ты получаешь в конце, те результаты, которых добиваются пилоты, это то, что поддерживает, то, что дает силы и заставляет каждый раз вставать в три часа ночи, ложиться в час ночи и работать вот так. Вся команда так работает, но это наш выбор, мы этому рады и будем продолжать. Приятно, что это событие 10 лет существует. Приятно, что количество участников разных классов автомобиля увеличивается, а с другой стороны, досадно, что увеличивается не так резко количество здесь и совсем практически не появляется такого же рода соревнования на других водоемах колоссальной страны с замечательными зимами и, в общем, с гораздо более простыми логистическими даже задачами. Это постоянное уникальное событие. Оно происходит каждый год, но оно уникально каждый год, каждый год по-своему. По факту мы можем не угадать погоду, мы можем не угадать покрытие. Здесь собралась команда, наверное, недомышленников, которые очень-очень хотят это продолжать и искать какие-то способы улучшать и делать все интереснее и интереснее попытки установления рекордов на Байкале. Именно здесь можно почувствовать себя песчинкой в огромном космосе, где мы живем. Здесь все уникально. И уникальны, как обычно в таких проектах, и те люди, которые этим занимаются, которые в нем участвуют все. От Андрея до последнего человека, который обеспечивает здесь дровами, понимаете? Это надо вписываться в такие проекты, в которых люди выкладываются по полной. Кайфово находиться в стае своих, понимаете? Вот это хорошо. Потому что когда ты опять там в мир возвращаешься, не хочется туда возвращаться вообще. Здесь вот настоящее все. То же самое, да? То есть вот мне нравится, когда это натуральное. То есть люди натуральные, без вот этих масок, потому что ты не можешь здесь в этом находиться, это здесь не приживается. Уникальность в том, что нет такой территории, нет такой трассы с такой длиной, безопасностью, комфортом, где это можно проходить. Есть, конечно, свои сложности, снег, брустеры, скорости огромные, но альтернативы просто этому нету. И организация, весь подход, то есть он максимально обнадеживает. Мы вот с удовольствием приехали. Так как я живу в этом регионе, на Байкале я бываю часто, можно сказать, наверное, очень часто. И лед это для нас, естественно, уже такая достаточно привычная стихия. И когда ты оказываешься, ты уже настолько привыкаешь, сначала не понимаешь, почему туристы так, а потом еще раз уже чистыми глазами, без памяти ты смотришь и понимаешь, да, действительно, силу, красоту и мощь. Эта поверхность, на самом деле, она вроде как выдержит 60-тонный танк, вот сейчас, толщина льда, на которой мы находимся, да, он живой, все, но он при этом остается коварный, он остается скользкий. Нужно с уважением, очень с большим уважением относиться и понимать это для того, чтобы, ну, твой результат и твое управление было безопасным. Как с уважением к мощности, к покрытию, так и к месту, данному месту силы на Байкале. Продолжение следует...